В Красноярске утвержден новый председатель контрольно-счетной палаты города. Им стала Галина Фазлеева, экс-руководитель департамента финансов города. Сегодня этому чиновники посвятили половину сессии городского совета депутатов. Вопрос стал центральным. Как проходили выборы, расскажет Надежда Семен-Дяева. Депутаты городского совета Красноярска сегодня вышли за пределы регламента. Их сессия идет уже около четырех часов. Причем первая половина заседания посвящена рассмотрению всего лишь одного вопроса. Причем этот вопрос перерос в настоящую битву титанов. И времени на эту схватку городской совет депутатов не жалеет. Первым пунктом повестки идет назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты Красноярска. Кандидатов двое. Экс-начальник департамента финансов города Галина Фазлеева и экс-зампрокурор центрального района Виталий Деминишин. Сначала слово берут кандидаты. Всегда буду открыта для диалога, для обсуждения вопросов, касающихся председателя и компетенции его и палаты в целом. Готова максимально эффективно организовать работу контрольно-счетной палаты города Красноярска. Что я делать не буду. Это закрывать глаза на хищение и коррупцию. Это главное. Идти на компромисс со своей совестью и убеждениями. Затем депутаты начинают задавать вопросы. Причем каждый претендент отвечает на десятки реплик. Парламентарии даже не стесняются обнародовать самые нелицеприятные факты. Вы являлись, занимались юрист-практикой в течение пяти лет после выхода из прокуратуры. У воды есть прокуратура. Вы защищали такого человека, как Бурый. Явного преступника. Сегодня весь коллектив контрольно-счетной палаты, кроме Галины Николаевны, ждет прокурора, чтобы дать показания о фактах сокрытия результатов контрольных мероприятий. В итоге путем процедуры тайного голосования побеждает опытный финансист Галина Фазлеева. Она обещает первым делом на новой должности пересмотреть стандарты проведения проверок. И рассказывает, что почувствовала себя, как на экзамене. Так дотошно ее еще нигде не допрашивали. Депутаты парируют. Теперь так будет всегда. Новый созыв городского совета позиционирует себя, как максимально эффективный госорган. Здесь и комиссии будут проводить не менее четырех часов, и вопросы рассматривать во всех деталях. Не только сессия, но и комиссии заседают по много часов, вникают во все нюансы. Я считаю, что это хорошо, поскольку банально, наверное, я если процитирую поговорку, вскоре рождается истина. И сейчас такая ситуация, когда именно истина будет рождаться вскоре. Новый созыв депутатов не стесняется перебивать друг друга на полусловии и жарко спорить. У наблюдателей возникает ощущение, что депутаты не могут договориться. Однако такие обвинения горсовет отвергает. Почему не может договориться? Мы выбрали председателя, мы выбрали заместителя председателя. Сейчас мы заберем руководителя контрольной счетной палаты. Почему? Мы договоримся по всем вопросам, все комиссии принимают решения. В спорах и дебатах утверждено еще девять вопросов повестки. Среди них новые параметры городского бюджета. Теперь он тоже станет программным, то есть будет ориентировано 12 социальных проектов. Все расходы по отраслям, например, будет это градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, это будет, например, образование. Они сконцентрированы в одной программе. Бюджет становится максимально прозрачным. А вот вопрос о повышении платы за квартиру для нанимателей социального жилья снят с повестки. Но к его рассмотрению городской парламент также готовится скрупулезно и тщательно. Возможно, его будут рассматривать на нескольких сессиях. Вопрос повышения платы за услуги ЖКХ для нанимателей социального жилья будет рассмотрен все-таки в ближайшее время на одной из сессий городского совета. Надежда Семендеева, Александр Ермашенко. Новости.